Дефекты электротехнической анизотропной стали при обработке на термическом участке номер один. Электротехническая анизотропная сталь используется для создания разнообразных по конструкции трансформаторов, поэтому она и называется трансформаторной. Но анизотропная электротехническая сталь применяется также в производстве и других электрических машин, в которых учитываются высокие электромагнитные свойства металла вдоль прокатки. В цехе холодной прокатки производится электротехническая анизотропная сталь пяти толщин 0,5, 0,35, 0,3, 27 и 23 миллиметра. С каждым годом потребители увеличивают количество заказов на поставку более тонкого металла с высоким уровнем электромагнитных свойств. Конкуренция на рынке предъявляет высокие требования к качеству металла, что требует дополнительных затрат. С другой стороны, снижение себестоимости является необходимым условием экономики. Оптимизация соотношения между качеством и затратами должна сопровождаться детальным анализом технологии производства и знанием причин образования тех или иных дефектов электротехнической анизотропной стали и способов их устранения. В настоящее время в цехе холодной прокатки из производственного процесса исключен передел. Травление подката на непрерывно травильном агрегате, которое организовано на Новолипецком металлургическом комбинате. На Верхесецкий завод поступают подготовленные упакованные рулоны массой около 10 тонн, которые после распаковки задаются непосредственно на стан 1300. Данную схему необходимо дополнить еще одним переделом на участке отделки. Лазерная обработка с целью повышения электромагнитных свойств готовой стали. Обезуглероживающий отжиг Обезуглероживающий отжиг металла проводится после первой холодной прокатки и подготовки на агрегате подготовки рулонов в промежуточной толщине на башенных и горизонтальных проходных печах в атмосфере увлажненного защитного газа 95% азота и 5% водорода. Технологический режим обезуглероживания осуществляется в соответствии с технологической инструкцией. В среднем содержание углерода в металле в процессе обезуглероживания уменьшается в 10 раз и не должно превышать 0,004%. Увеличение содержания углерода приводит к ухудшению электромагнитных характеристик стали и снижению пластичности. Дефекты. 0,34 – низкая текстура. 0,38 – низкая марка. Порывы и трещины. В отдельных случаях полоса после высокого температурного отжига бывает настолько хрупкой, что не может быть задана в линию агрегата выпрямляющего отжига. Перед обезуглероживанием особое внимание необходимо уделять дефектам, которые могут привести к порывам полосы в печи. Порывы происходят по разным причинам. Дефекты подката, некачественные сварные швы, неисправности в работе оборудования, в том числе заклинивания транспортных роликов. При устранении порыва в рабочее пространство печи попадает в воздух, то есть защитный газ заменяется окислительной атмосферой. В печи при высокой температуре находится несколько тонн металла, которые неизбежно будут иметь дефект 305 – окисление по плоскости. Дефект 305. Окисление по плоскости. Поверхность полосы имеет темный свет, оксидации по железу, в отличие от светло-серого цвета по кремнию. В местах грубого окисления может наблюдаться от слоения пленки оксидов – окалины. Металл со слоением окалины может быть забракован непосредственно перед второй холодной прокаткой. На прокатанном металле с окисленной поверхностью дефект может прослеживаться до конечной продукции. При второй холодной прокатке может появиться рулонная кривизна из-за разного коэффициента трения на двух сторонах полосы с неодинаковой степенью окисления. Окисление по железу может возникнуть и при излишней увлажненности печной атмосферы от негерметичных киссонов или неисправных увлажнителей. При сбоях в работе контрольно-измерительных приборов и автоматики. Нарушение технологического режима обезуглероживания в частых и длительных остановках полосы в горячих зонах печи. Уменьшение расхода азота защитного газа, его избыточная влажность, падение давления в печи также могут привести к окислению. Дефект номер 306 – пятна матового цвета без грунта. На поверхности полосы после первой холодной прокатки и подготовки присутствуют остатки эмольсола и других загрязнений. Перед обезуглероживанием в щелочных растворах с последующей промывкой и сушкой производится обезжиривание и очистка поверхности полосы от загрязнений. После обезжиривания поверхность должна быть чистой, без пятен и подтеков. Следы от моющих растворов могут прослеживаться на готовой стали. Дефект поверхности под кодом 3.27 – следы раствора. Проявление этого дефекта наиболее вероятно при износе резиновых отжимных уплотнений, предназначенных для исключения попадания моющих растворов в промывную воду. Неудовлетворительная очистка поверхности полосы в щетко-моечной машине может привести к локальным загрязнениям, которые проявятся после высокотемпературного отжига в виде дефекта 306 – пятна матового цвета вытянутой формы. Неэффективная работа щетко-моечной машины объясняется разными причинами. Недостаточное прижатие и износ щеток, несоответствующий состав обезжиривающего раствора, низкая температура обезжиривающего раствора, износ резинового уплотнения на огибающем ролике бородавке, отделяющем обезжиривающий раствор от промывной воды, неисправности оборудования. Пятна вытянутой формы. Дефект в большей степени проявился при поставке подката новолипецкого металлургического комбината после травления. Антикоррозийная смазка новолипецкого металлургического комбината вступает за взаимодействие с амульсолом, образуя трудноудаляемые соединения. Потребовалось изменить состав обезжиривающего раствора, чтобы достичь эффективной очистки поверхности полосы после первой холодной прокатки. При транспорте полосы поверхность бочек печных роликов в башенных печей в процессе работы зарастает хаотично расположенными твердыми включениями – пикапы, которые травмируют полосу. Степень зарастания поверхности роликов определяется из условий исправления дефектов полосы при прокатке на конечную толщину. Если после второй холодной прокатки остаются следы углублений от пикапов и ухудшения планшетности, необходим холодный ремонт агрегата рекристаллизационного отжига со шлифовкой печных роликов на месте или их заменой. На горизонтальной печи этот дефект менее заметен из-за меньших усилий контакта полосы с поверхностью ролика и конструкционных отличий в организации транспорта. При смотке необходимо обращать внимание на дефект 3.14 – царапины, причину появления которых необходимо немедленно устранять. Травмирование поверхности полосы происходит при трении о детали неисправного оборудования, например, при зацикливании ролика из-за неисправности подшипникового узла. Царапины нарушают поверхностный слой оксидов кремния, след от царапины может остаться и после второй холодной прокатки. Не допускается попадание воды на поверхность обезуглероженной полосы. В этом случае появится дефект 3.19 – пятна ржавого, который может проявиться с изменением цвета и на готовом металле. Смотка обезуглероженной полосы в рулон должна производиться без наличия таких дефектов, как 3.30 – подмотка, 3.44 – телескоп, 3.46 – неравномерная смотка, возникающих из-за неисправностей оборудования. Наличие указанных дефектов усложняет работу станов второй холодной прокатки. Термоизоляционное покрытие Перед высокотемпературным отжигом на полосу наносится термоизоляционное покрытие на основе водной суспензии оксида магния. Назначение термоизоляционного покрытия состоит в том, чтобы исключить слепание витков полосы в рулоне при высокотемпературном отжиге – сварке, и получить грунтовый слой, необходимый для образования электроизоляционного покрытия при выпрямляющем отжиге. В цехе нет специализированных агрегатов для приготовления и нанесения термоизоляционного покрытия. Процесс организован на агрегате обезуглероживающего отжига и включает разматыватели, сварочную машину, участок обезжиривания, транспортный ральганг с петлевиком и натяжными клетями, участок приготовления и нанесения термоизоляционного покрытия, печь сушки и моталки. В настоящее время центральная заводская лаборатория и цех холодной прокатки разработана технология приготовления и нанесения многокомпонентного термоизоляционного покрытия, которое позволяет получать качественный грунт надлежащего товарного вида. Суспензия готовится с использованием двух сортов оксида магния, поставка из Израиля и Китая, что позволяет уменьшать расходы на передел без снижения качества термоизоляционного покрытия. Целью снижения себестоимости в суспензию добавляется балластное вещество. Добавка балластного вещества потребовала проведения большого количества опытных работ, которые зачастую приводили к ухудшению качества поверхности. В настоящем времени технология приготовления термоизоляционного покрытия с использованием балластного вещества центральной заводской лаборатории отработано. Качество поверхности готовой стали отвечает требованиям потребителей и цеху выдан технологический регламент. В суспензию в небольших количествах вносится и ряд других добавок. Сульфид магния для уменьшения дефекта 411 точки. Флорид магния для оптимизации состава грунтового слоя. Кремнизоль для увеличения кремния в грунтовом слое. Оксид титана для создания однотонной поверхности. Регламент получения термоизоляционного покрытия включает процессы приготовления, использования и нанесения суспензий на полосу с последующей сушкой. Отклонение от технологии на любой стадии приводит к ухудшению качества конечной продукции. Целый ряд дефектов в поверхности готовой полосы относят к нарушениям технологии получения термоизоляционного покрытия. Дефект номер 405. Окисление по плоскости. Поверхность более темного цвета различного рисунка в средней части полосы ближе к гильзе. Но может быть и по всей длине полосы в рулоне. При увеличении толщины покрытия из-за недостаточного прижатия роликов или их неравномерного износа. Увеличенных потерь при прокаливании образуется грунт с избытком оксидов железа. Повышенные потери при прокаливании термоизоляционного покрытия могут быть при следующих отклонениях от технологии. Использование оксида магния с высокой активностью. Повышенная температура воды в баке, мернике. Длительное время приготовления суспензии в гидротаторе и циркуляции суспензии в рабочем баке. Чтобы на полосе в процессе высокотемпературного отжига образовался качественный грунт, необходимо иметь не менее четкое качественное термоизоляционное покрытие. Поэтому требования, изложенные в технологической карте, необходимо неукоснительно соблюдать. Организованное удаление влаги при движении полосы с высыханием покрытия в последней зоне печи сушки является необходимым условием предотвращения образования дефекта. Опыты по принудительной вентиляции печного пространства и поднятия свода, при которых дефект проявился в массовом порядке, показали, какое сильное влияние на товарный вид полосы оказывает печная атмосфера. Отдельные участки полосы могут иметь указанный дефект при остановке транспорта. Перегорание нагревателей приводит к смотке полосы с недостаточно просушенным покрытием, что также может явиться причиной окисления при высокотемпературном отжиге. Оперативные действия технологического персонала по устранению указанных отклонений технологического регламента следут к минимуму количества окисленного металла по этим причинам. Дефект номер 406. Пятна матового цвета. Попадание в суспензию посторонних включений и твердых частиц гидроксида магния и балластного вещества после высокотемпературного отжига образует дефекта круглой формы небольших размеров. Эксперимент с нанесением таких частиц на полосу подтверждает это предположение. На рисунке видны характерные пятна с ореолом светлого и темного цвета. В центре пятна с нулевым сопротивлением изоляции, грунт отсутствует. Закладка меж витков Эпштейновской полоски дает подобный рисунок с ореолом разных оттенков. Закладка меж витков Эпштейновской полоски дает подобный рисунок с ореолом разных оттенков. Пятна больших размеров и различные формы могут возникать из-за неудовлетворительного обезжиривания, неравномерного нанесения покрытия, из-за износа гумировки роликов нанесения и дефектов планшетности, неисправности нагревателей, печи, сушки и другого оборудования. Исключение попадания в суспензию твердых частиц и сгустков, равномерное нанесение термоизоляционного покрытия на полосу уменьшают вероятность возникновения дефекта 406. Дефектом 406 малых размеров, с отсутствием грунта и пробоем по электросопротивлению, присвоен новый код 410, по аналогиям с дефектом 010 выкрашка. Дефект номер 408. Несмытый оксид магния. При исправной работе щетко-моечной машины на агрегате выпрямляющего отжига на поверхности полосы остаются белые пятна оксида магния, что можно частично объяснить использованием оксида магния с малой степенью гидротации, большей скоростью просушивания суспензии с верхней поверхности полосы в печи и сушке, где чаще дефект фиксируется при отсутствии с другой стороны, особенностями температурного газового режима, высокотемпературного отжига на печах, ло и дефект номер 408 отмечается чаще. Дефект номер 411. Точки оксида магния. Попадание крупных частичек оксида магния в суспензию из системы нанесения покрытия. Устранение дефекта осуществляет своевременная очистка оборудования и фильтрующих сеток и поддержанием суспензии необходимого содержания магний СО4. Дефект номер 414. Царапины. Наличие царапин, наколов, загрязнения поверхности полосы не допускается, так как это приводит к ухудшению электроизоляционных свойств и товарного вида готовой стали. На длинном транспортном пути проходных агрегатов от разматывателя к моталке полоса постоянно контактирует с деталями оборудования агрегата. Заклинивание транспортных роликов, роликов щетко-мощной машины, контакт с неподвижными узлами агрегата могут привести к появлению царапин. При обнаружении дефектов необходимо принимать оперативные меры по устранению причин их появления. Дефект номер 416. Складки. Замятие. Забитая кромка. Должны удаляться, так как небольшие деформированные участки полосы, замотанные в рулон по натяжению многократно пропечатаются на примыкающих витках. На участке отделки участки полосы с дефектом складка будут удаляться поперечной резкой. Номер 417. Шероховатое покрытие. И номер 421. Продольная шероховатость. Попадание в суспензию твердых частиц или малозаметные издиры термоизоляционного покрытия после сушки могут привести к шероховатости электроизоляционного покрытия. Не допускать использования суспензии до полной выработки в рабочем баке. Дефект номер 423. Ребезна. Жидкая консистенция суспензии из-за неисправности оборудования узла приготовления суспензии и отклонения от требований нормативно-технической документации, в частности низкой температуры в баке-мернике. Дефект может появиться при износе роликов первой пары нанесения, неправильной нарезке и материала роликов. Корректировать исходным составом более активного оксида магния, объемом воды в баке-мернике и температурой в соответствии с технологической картой, заменой роликов, а также устранением неисправности в работе оборудования. Дефект номер 425. Полощатость. Густая консистенция суспензии, вязкость выше установлены. Корректировать соответствие с технической картой, составом исходных материалов, разбавлением химически обессоленной водой, температурой и другими по технической карте. При неисправности оборудования вызывать специалистов. Дефект номер 426. Сдиры покрытия. Травмирование термоизоляционного покрытия может происходить в печи сушки, при сбросе натяжения полосы и на обводном ролике. Сдиры покрытия ведут к ухудшению товарного вида готовой продукции, дополнительной отбраковке сваркам в процессе высокотемпературного отжига. Дефект номер 429. Сварка. Слипание витков полосы в рулоне в процессе высокотемпературного отжига. Происходит из-за нарушения сплошности и утонения покрытия, а также при смотке рулона с выступающими витками. Выступающие витки появляются в месте сварных швов и подмоток, а также при неисправной следящей системе. Наиболее вероятно слипание витков по нижней опорной кромке при отсутствии покрытия из-за износа гумировки роликов нанесения. Участки полос с полным или частичным отсутствием термоизоляционного покрытия после высокотемпературного отжига превращаются в монолит. Сварки могут возникать из-за дефектов подката по плоскости при наличии газовых пузырей по кромке по плене. Применение нестандартных материалов в качестве подсыпки под рулоны в колпаковых печах также могут спровоцировать слепание витков по нижней кромке полосы. Дефект номер 430. Сварной шов. В настоящее время сварные швы агрегата обезуглероживающего отжига не вырезаются перед агрегатом выпрямляющего отжига и служат гильзой при смотке рулона после агрегата выпрямляющего отжига с целью защиты внутренних витков и снижения расхода металла на участке отделки. Поэтому к ним предъявляются повышенные требования по проходимости через агрегат выпрямляющего отжига. Подготовка сварочных машин к более жестким требованиям, применение персонала рациональных технологических приемов обеспечивают необходимый транспорт швов на агрегат выпрямляющего отжига. Дефект номер 431. Точечный надав по плоскости. Попадание при транспорте на поверхность полосы или в суспензию мелких частиц огнеупоров, плены или других твердых материалов вызывает деформацию полос при смотке витков под натяжением. Точечная деформация, выходящая за допуски и по толщине, является браковочным признаком. Дефект номер 441. Темные точки на грунте. Дефект аналогичен номеру 411. Частички оксида магния с наличием гидроксидов. Провоцирует в процессе высокотемпературного отжига коррозию по железу в виде темных точек на грунте. Термоизоляционное покрытие, кроме двух основных функций создания грунта и исключения сварок при высокотемпературном отжиге, определяет товарный вид готовой продукции и ее конкурентноспособность на рынке. Отсюда задача уменьшения дефектов термоизоляционного покрытия до минимума является одной из основных для технологов участка покрытий. Изложенные материалы являются разделом учебного пособия, дефекты трансформаторной стали. Субтитры создавал DimaTorzok